Хорошо, Александр, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Сокойно чувствую. Отлично. Даже не думал, что так будет, но какое-то спокойствие внутреннее наполнило меня. Это ваше нормальное состояние, все остальное ненормальное, чтобы вы просто понимали. Находиться в середине себя, иметь эту гармонию, быть гармонизированным, синхронизированным, это называется тихое счастье. Хорошо, Александр, у нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Александра. Здесь мужские энергии формируются, мужчина сформировался. Снимаются маски и голограммы. Фантом представит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Александра. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Я приветствую вас, Александра, в этом прекрасном месте. Вы можете звать меня Томми. Томми. Приветствуем вас, уважаемый Томми. Благодарим за то, что вам нравится энергия в нашей комнате диагностики. Меня зовут Влад, это Вера. Мы проводили чистку и проверку вашего подопечного Александра. Все, что можно было сделать, мы сделали. Осталось 10 вопросов, которые Александр хотел бы задать своему куратору. Будет ли вы так любезно ответить на его вопросы? Во-первых, я искренне благодарю вас за эту чистку, этой прекрасной души, которая развивается и стоит на правильном пути. Я отвечу на все интересующие вопросы, настолько, насколько развита душа и сможет понять мои ответы. Я начинаю с приветствия. Я приветствую своего куратора. Благодарю за возможность получить ответы, наставления и поблагодарить его за участие в развитии моей души. Также я хочу поблагодарить Влада и Веру и его команду за чистку нашей семьи. Наконец-то в душе и в семье воцарился покой и понимание. Жизнь как будто началась с нового листа. Первый вопрос. Откуда рука? Я бы хотела ответить. Пожалуйста. Такое спокойствие будет не всегда. Такое спокойствие должно быть изнутри. Это самое главное. Если вы просто будете терпеть, когда-то вы взорветесь. Поэтому глубина мысли, ощущение, обдумывание и изменение к доброте и любви. Это самое главное. Внутреннее состояние спокойствия. От него изнутри выходят правильные вибрации добра и любви. Продолжай, пожалуйста. Переходи к вопросам. Благодарю вас за это дополнение. Первый вопрос. Откуда родом моя душа и как выглядит моя планета? Прекрасный вопрос. Мне даже будет приятно узнать и понять энергии родного дома. Ты плеядеянец. Семь сестер, как вы называете это созвездие или же скопление звезд. Плеяды – это твой дом, дом души, твоего внутреннего стержня. И я бы назвал это характер и энергии, которые в тебе преобладают. Исходят из этого скопления звезд. Конечно, их больше, чем семь. Но мы предлагаем видение ваше, чтобы вам было понятнее. Благодарю. Уважаемый Томми, мне очень приятно видеть прессы для плеяд в нашей комнате диагностики. Благодарю вас. Переходим ко второму вопросу. На каком уровне развития находится моя душа? Я полагаю, он хотел узнать уровень высшего я. Десятый уровень высшего я. Опять же, развитие души зависит от частички, проходящей свое воплощение на планете Земля в данный момент. Насколько ты будешь развиваться и жить по душе, настолько твое высшее я и твоя душа будет прогрессировать и переходить на следующий уровень развития. Благодарю. Благодарю вас. Все в его руках. Третий вопрос. Какая у меня по счету жизнь на планете Земля? Мы знаем, вы куратор на эту жизнь, но вы простите наше любопытство. У тебя было несколько жизней на планете Земля. Это необычная планета. За короткий период жизни можно пройти глубокое развитие. Душа часто выбирает эту планету. Ведь здесь можно показать истинное я. Не имея памяти и знаний, преодолевая многие барьеры. Это твоя одиннадцатая жизнь на Земле. Благодарю вас, уважаемый Томми. Одиннадцать жизней. Перехожу к следующему вопросу. Четвертый. Почему в детстве и юношестве меня тянуло к магии? Это отголоски каких-то прошлых жизней? Я бы называл это определенными знаниями, которые приходят с других объектов. Магию можно понимать по-разному. Все артефакты, знаки, числа и фигуры можно назвать магией. Ведь твоя душа проходит обучение на разных объектах. На Земле ты помнишь это как магия и используешь то, что под рукой. Душа развивается и понимает, что слово магия может быть намного шире и принято и понято в другом контексте. С одной стороны магия – это развитие определенной данной, которые нужно использовать в правильном русле. С другой стороны – это ритуалы и бред. Работа с низкими вибрациями. Что выбирать? Какую магию? А вы понимаете, что слово магия в данном контексте я произношу в кавычках. Это знания, знания и понимания природы, вещей, стихий, артефактов, их предназначения и их значения, понимания религий и много чего другого. Чтобы собрать полный пазл, нужны большое и глубокое изучение языков, религий, артефактов, знаков, математики и многое другое. Это глубокая наука, которую надо изучать, но намерение, безусловно, играет свою роль, если это связано, например, с тем, чтобы вызвать дождь в пустыне. Это одно, но если это связано с тем, чтобы из зависти кому-то нанести вред, это совсем другое. То и другое называется магией. И то и другое работает на сегодняшний день на планете Земля. Это зависит от развития души, развития технологии, желания, также чистоты души. Ведь дождь в пустыне не всегда нужен. Абсолютно. И имеет определенные последствия. Такие есть. Благодарю вас за это. Очень интересное разъяснение, уважаемый куратор Томи. Перехожу с вашего разрешения к следующим вопросам. Пятый. Мы остаемся в прошлых жизнях. Кем я был в прошлой жизни? Немного непонятен вопрос. Так же был с собой душой сплеет. Хорошо. Я переформулирую. Почините вопрос. Я переформулирую. Опишите, пожалуйста, мою последнюю жизнь на Земле. Мое последнее воплощение. Кем я был? Чем занимался? Сколько прожил? Чему научился в той жизни? Для этого я должен зайти в архив души. Мне интересен путь данного времени и эпохи. Давайте посмотрим вместе. Хорошо. 1-1-0-0. Нашей эры. 1100 год нашей эры. Страна. Кем он был? Может быть, основные какие-то моменты той жизни? Самый главный вопрос, конечно, что он из той жизни взял с собой? Мощенные улицы. Красивые строения. Много каналов и мостов. Это современная Венеция. Строитель. Был строитель. Ты принимал участие в постройке мостов. Архитектор. В определенной технологии того времени. Строить мостов. И здания на воде. Изучение. Изучение связи воды и строений. Очень интересно. Ты стоял в истоках зарождения построек. Изучая, как это будет влиять и возможно ли это строение. Большая работа была проведена. Ты был не один. Очень интересно, что люди решили строить. На воде? Дома. На каналах. Они до сих пор стоят, уважаемый куратор Томми. Они до сих пор стоят. Они так были хорошо построены, что они до сих пор стоят. Но Венеция когда-нибудь может уйти под воду из-за изменения климата у нас. Но я полагаю, то, что вы описали, это работа ученого человека. Здесь немного по-другому работали мастера, ученые, архитекторы. Все знания сливались воедино, потому что одно без другого не существовало. Нужно было много изучить, чтобы сделать какой-то шаг, включая бактерии. Как прошла его жизнь? Была у него семья? Какой возраст он прожил в том воплощении? И что взял с собой? Какие знания, какой самый главный вывод, опыт из той последней своей жизни? Я наблюдаю, что у него была женщина, жена. Но работе было посвящено очень много времени. Поэтому жена была очень часто недовольна. Не понимая его интерес. Системи каналов, постройки жилых помещений, также мостов. Мне очень жаль. Но жизнь была закончена в 48 лет. Это связано с легкими. Сырость, бактерия. Пострадали легкие. Понятно. Уровень медицины того времени, безусловно, нам тоже понятен. И в 48 лет он закончил свое земное воплощение. Какой опыт он взял с собой? Душа ушла очень спокойно. Понимая, что занималась любимым делом. Вся жизнь была отдана развитию. Душа счастливо выходит из тела. Так как коллектив знания, желания развивать свою идею нашли определенные плоды. Душа занималась любимым делом, несмотря на то, что чувство любви в семье было не до конца прожито. Чувство выполненного долга заполнило этот пробел. Я закончила здесь. Спрашивайте, если вам что-то интересно. Я благодарю вас, уважаемый Томми, здесь в Польше, чем все понятно. Душа пришла, выполнила свою программу, получила максимальный опыт, получила удовлетворение от своей жизни. Что может быть прекрасней для развития души? У меня просто мелькнула одна мысль, что если он сейчас когда-нибудь поедет как турист в Венецию, вполне возможно, что он может увидеть плоды своей работы в 1600 году. Все это стоит до сих пор. Вот такой вклад эта душа внесла в общее благо на Земле. Я считаю, это прекрасно. Созидательная работа. Я скажу больше. На сегодняшний день, даже рассматривая фотографии самых древних построек, каналов, мостов, можно увидеть что-то большее, если ты проживал в том жизни и был связан с этим. Память всколыхнется. Можем продолжать дальше? Или вы хотели добавить? Да, пожалуйста. Благодарю вас. Шестой вопрос. Сколько у меня кармических узлов? Три. А сколько было, вернее, сколько прошло, сколько осталось? Наверное, вот так правильно было спросить. Три прошло, два осталось. Следующего? Я бы сказала, что третий кармический узел проходится в данный момент и переживается. Седьмой вопрос. В какой жизни на Земле я лучше всего себя проявил в духовном развитии? Мне кажется, этот вопрос вообще-то к высшему я, потому что вы куратор на эту жизнь. Можете ли вы на него ответить? Я отвечу в общем. Это очень глубокий вопрос. И то, как он задан. Ведь опыт проходит душа на планете Земля. Когда вы говорите, какая из жизней прожита более духовно, это неправильно. Все времена разные. Но душа, она одна и та же. Что она делает, деградирует или прогрессирует, не поддаваясь обстоятельствам, чужому мнению, материальным или каким-то другим благам. В каждом воплощении было и то, и другое, и третье. Хотя эпохи были разные, уровень жизни был разный. Но душа была одна, и душа брала свое духовное развитие где-то больше, а где-то меньше. Здесь нельзя сказать, что духовного развития было много или мало. Ведь каждая частичка и каждый выбранный, выигранный бой, я имею в виду, когда душа выбирает правильный путь, несмотря на материальные блага или чужое мнение. Это большой плюс для души. Ведь в вашей жизни и на сегодняшний день происходят такие моменты, когда вы отказываете в чем-то и не жалеете об этом никогда, потому что ваша душа свободна и спокойна. И вы говорите, хорошо, что я не согласился, идя против души, как же мне сейчас спокойно и легко. Для этого нужно уметь слушать душу. Именно так. Но раз вопрос задан про развитие души и ее духовное состояние, значит, есть еще и физическое тело, и физическое состояние. Здесь ты должен понимать, кто ты все-таки больше. Физический человек, биоробот или же душа, проживающая жизнь в этом прекрасном теле, потому что любое тело прекрасно. Почему? Потому что вы сами строите свое тело в вашем праве или в вашем пожелании, или же скорее намерении чревоугодить или смотреть за своим телом, наполнять его энергией и тренировать, ограничивать или давать своему телу спокойствие, прогулки, насыщать его пением птиц, жерчанием ручья, запахом леса. Все зависит от вас. Самое идеальное – это гармония души и тела. Когда душа будет спокойна и открыта к любым проблемам или к любым трудностям, потому что душа становится сильной, находясь в любимом, как я уже сказал, теле. Тело, которое ты сам принимаешь, делаешь, любишь. Душа и тело создают гармонию сознания. И здесь проявляется сила души и сила человека. Эта сила распространяется и ведет за собой тех, кто хочет жить в этой гармонии души, тела и разума. Благодарю, что вы выслушали мой ответ. Я вас благодарю за этот ответ. Он очень глубокий, и вы затронули очень важные аспекты. Например, такой, как замечать мелочи. Мелочи в природе, как птичка летит, как она поет, как цветок расцветает, как трава шуршит. Эти запахи – это природа. Для души очень приятны. Второй аспект, который мне очень понравился, это когда вы сказали, как душа себя видит, как физическое тело, как часть материального. Или она видит себя душой, или она видит себя вечным. Я вас так понял. Очень глубоко сказано. Я благодарю вас, уважаемый куратор Томи. Я уже сказала, что я отвечаю на душе именно так, как она готова это воспринять. Ведь, прочитайте еще раз вопрос. Здесь вопрос ставится от физического тела и материального мира. Вы правы. Спрашиваю совсем чуть-чуть, а где же моя душа развивалась? Душа развивается и пришла на этот объект, планета Земля, противостоять. Именно в этом идет развитие. Противостоять эмоциям, противостоять низким вибрациям. Я не зря затронул детали, такие как пение птиц, потому что они имеют свое предназначение на Земле. Ручей имеет свои вибрации. Запах леса – это все понятно и приятно. Душе эти вибрации совпадают. Но не забывайте, что человек всегда должен находиться в гармонии с природой. Только тогда он силен, понимая все, что происходит вокруг тебя, уважая животный мир и стихии. Ведь они не зря созданы и несут свои определенные вибрации. Могу только благодарить вас еще раз за это дополнение, уважаемый Томми. Очень интересно то, о чем вы рассказываете. Вы закончили, можем идти дальше. Да, пожалуйста. Восьмой вопрос вам наверняка понравится. Как выглядит мой внутренний стержень? Да, мне нравится этот вопрос. Внутренний стержень содержит в себе энергии плеяда. Я расскажу о энергиях плеяда. Они не настолько легкие, как ангельские энергии. Они другие, в отличие от энергии лиры. Здесь есть небольшая тяжесть и глубина. Это немного тягучие энергии, имеющие небольшие крошечные отблески звезд, наполняющие каждую чакру. Каждая чакра имеет свой определенный цвет. Энергии плеяда и крошечные звезды, которые находятся в каждой чакре, принимают цвет чакр. Это тягучие энергии или же крепкие. Также они могут быть рассеянными. Все зависит от настроения, чистоты души, чистоты намерения, понимания своих внутренних желаний и намерений. Каждый плеядеанец может чувствовать рассеянное состояние, как легкость, которая выдает за пределы тонких тел эти частички, как звездочкой. Объясняя скопление плеяд. Дальше эти же энергии могут быть тягучими и перетекать из одной чакры в другую, циркулируя по всем тонким телам, расширяя или сужая эти энергии, также выставляя защиту. А также эти энергии могут быть уверенными и сильными, проходя через все чакры, внизу вверх или сверху вниз. Здесь эти энергии могут быть очень сильными и расширяясь, показывать свою силу. В физическом теле это может выглядеть напором или же неосознанным закрытием. Это когда человек не слышит и считает, что он всегда прав, и все должны его слышать. Понимание этих энергий несет в себе определенную работу над собой, а также понимание своей души и, соответственно, описание своих поступков. Именно поэтому плеядеанская душа должна знать, откуда она, и ни в коем случае не оправдывать свою жесткость своим пресхождением или возвышением над другими цивилизациями. Нужно уметь работать со своим стержнем. Благодарю, что выслушали меня. Но как же такое не выслушать? Такая интересная информация. Вы абсолютно во всех пунктах правы. Все так и есть. Люди себя возомняют кем-то другим, узнав о своем происхождении. Это абсолютно... Мне кажется, это не шаг вперед, это больше шаг назад. Для этого нужно быть готовым понимать эту ответственность, которая лежит перед тобой, когда ты узнал, какой цивилизации ты принадлежишь. Сколько работы перед тобой стоит, сколько тебе еще нужно научиться, как своими энергиями управлять, теми же энергиями плеят. Да, они густые, они могут давить, если ими неправильно пользуются. Смена настроения ощущается моментально у представителя плеяды, когда он не умеет работать своими энергиями. Здесь очень много работы, очень большая ответственность. Я хотел вас поблагодарить, уважаемый Томи, за то, что вы осветили эту ситуацию по пледеанской души. Во благо. Перехожу к девятому вопросу. Какие цвета излучает моя душа? Это очень интересный вопрос, но я бы не хотела отвечать на него и обозначать какие-то определенные цвета. Как я уже сказал, завездочки, находящиеся в этой энергии, плеят, а приобретают цвета чакр. Как же состоит общая энергия, темная, светлая? Это зависит от тебя. Я бы не хотел сказать, что твои энергии белые или более темные. Я не уверен, что душа готова правильно понять свой цвет, свое настроение. Ведь на планете Земля часто думают, что черное плохо, а белое хорошо. Поэтому я бы не хотел путать душу созвездия плеят. Ведь душа может сама видеть свой цвет, понимать и представлять, насколько гибкая и насколько яркая энергия находится в данный момент, в данном настроении и в данном состоянии души. Благодарю. И в данной ситуации. И я благодарю вас, уважаемый Томми, за этот замечательный ответ. Есть просто вопросы, на которые рано отвечать. Душа должна... Вполне возможно, что Александр в состоянии сам узнать, какие цвета излучает его. Или же проделать определенный путь и узнать. Конечно, да. Это будет еще даже намного интереснее, чем услышать готовый ответ. Причем ответа конкретного нет. Вариантов много. Он сам, это его домашнее задание. Я так это вижу. Именно так. Благодарю вас. И последний, десятый вопрос. Сколько негативной энергии накопила моя душа? Я могу сказать, за это воплощение 25% негатива было накоплено. Он именно скапливался. Но от этого негатива можно избавиться, объясняя своей душе и принимая неправильные поступки, осознавая их и исправляя. Благодарю. Уважаемый куратор Томми, вопросов больше не осталось. Примите, пожалуйста, нашу искреннюю энергию любви и благодарности на этом месте за ваши ответы. Они были очень глубокими. Если вы хотите сейчас активировать его стержень внутренне, если он еще не активирован, был бы самый лучший момент. О, стержень активирован на том моменте, когда я описывал, как выглядят энергии души. Благодарю вас. Я об этом не знал. И остался маленький нюанс. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы делаем всегда один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение куратора Томми, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его ответы и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Какой великолепный подарок. Мне действительно приятно эта вкусная визуализация. Замечательно. Благодарю вас за это. Передавайте на этом месте привет от нас с Верой Плеядом. Мы будем рады всем кураторам, которые, как и вы, достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать преграды, которые мешают развиваться, открыть эти двери, в которые душа уже пойдет сама. Несомненно. Благодарю за это дополнение. Благодарим и мы вас. Мы не прощаемся. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, на каком-то этапе Александр захочет познакомиться со своим высшим я. В таком случае мы всегда приглашаем куратора на эту встречу. Если такой момент наступит, мы обязательно с вами еще увидимся. Уважаемый Томми, благодарю вас. Это правильно, когда люди не прощаются. Это значит, они не отключаются друг от друга и остаются на связи в постоянном эфире. Очень приятно было с вами общаться, очень легко. Благодарю вас, уважаемый куратор Томми. Все вам наилучшего. Благодарю. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Александр, мы закончили встречу с вашим куратором Томми. Вы получили все ответы на свои вопросы. Даже больше. Я совсем по-другому сейчас. Ощущаю себя, свое мировоззрение и внутреннее состояние, что ли, будет сказать правильно. Буду работать над информацией. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Александра в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звелинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готова. Отключайся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok